Вопросы организации детского отдыха находятся в поле зрения районной власти. Большие средства и немалые усилия всех задействованных в организации летней кампании направлены на то, чтобы на деле обеспечить детям отличный безопасный отдых. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии, где побывала наша съемочная группа. Чуть меньше месяца остается до начала летних каникул. Летом юные славянцы должны хорошо отдохнуть и укрепить свое здоровье. Для организации отдыха на высоком уровне необходимо постараться и поработать в полную силу всем заинтересованным в этом службам. Глава Славянского района Роман Синеговский обратил внимание собравшихся, что нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить доступность и безопасность и отменное качество летнего детского отдыха. Задачи те же летняя кампания должна быть комфортная, доступная, безопасная. Есть определенные показатели. В этих показателях задействована вся наша большая команда и главы поселений, и районы администрации, и все наши бюджетные учреждения. Поэтому нам предстоит очень плотно поработать. Еще раз застряю внимание. Мы обязаны оздоровить наших детей. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко рассказал о ходе подготовки к лету 2024 года, отметив, что приоритетным направлением работы в нынешнем году является достойный уровень безопасности и эффективный подход к реализации всего, что было запланировано. Мы понимаем, что отдых, оздоровление, летние каникулы – тот период, когда дети у нас, по сути дела, не занимаются в наших стенах школы, но наша с вами задача, чтобы эти дети были, во-первых, заняты, во-вторых, были всегда под нашим контролем, потому что всегда переживаем за то, чтобы все направления, которые можно было сделать и за счет финансирования, и за счет привлечения в небюджетного сектора финансирования, были использованы на 100%. Реалитетным направлением мы, в принципе, для себя, как и в прошлом году, ставим безопасность детей и эффективный подход к реализации тех направлений, которые для себя определяем. Необходимо полностью использовать все имеющиеся для отдыха возможности. Прежде всего, это детские оздоровительные лагеря на морском побережье. Управление образования будет проводить летнюю кампанию, используя рейтинговые и малозатратные формы занятости. Самой востребованной формой организации отдыха по-прежнему являются лагеря дневного пребывания. Безусловно, самой востребованной является форма лагеря дневного пребывания. Почему? Потому что лагеря находится под присмотром, все время в школе, вплоть до 14-30 часов, и в этом еще вкусно покормят, и, естественно, организуют его занятости. У нас на летний период будут работать в отличиеся лагеря дневного пребывания, порядка 1720 детей мы планируем охватить и 10 лет туда и отдыха. В организации летнего детского отдыха активно участвует Управление по делам молодежи. Используются многочисленные формы традиционных мероприятий, рассчитанные на детей и подростков разного возраста. Будут подготовлены дворовые площадки. Очень важны тематические смены в лагере «Ровесник». В летний период запланировано проведение двух тематических смен. Патриотическая для социально активной молодежи числа юнормейцев и воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте 14 до 17 лет, общим охватом 60 человек, и смена для активистов Общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи в движении первых. Смена будет организована совместно с Управлением образования и пройдет на базе лагеря «Ровесник». Тематическая площадка «Ровесник», как уже говорил Виктор Иванович, будет проводиться на базе Дома молодежи с выездными экскурсиями. Напоминаю, что площадка «Ровесник» рассчитана на то, чтобы в ней принимали участие ребята, состоящие на различных видах профилактического учета, поэтому мы ждем таких ребят для того, чтобы проводить с ними мероприятия в рамках площадки. В период летней здравоохранения кампании 2024 года планируется проведение семи профильных смен «Ровесник», которая проводится на базе «Ровесник» парусной школы. Не остаются в стороне от работы с детворой и учреждения культуры, будет очень много спортивных мероприятий. Об обеспечении безопасности детворы говорили представители правоохранительных органов. Четкий плановый подход каждого ведомства к организации летнего отдыха дает свои положительные результаты. Плановые цифры доводятся до глав поселений, руководителей учреждений. Это дает возможность вовлечь в летнюю кампанию каждого ребенка. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам подвел итоги заседания межведомственной комиссии. Он подчеркнул, что лето для славянских детей – самое интересное время. Делается по всем направлениям много, но не стоит самоуспокаиваться. Работа по подготовке будет продолжена с тем, чтобы начало летнего сезона встретить во всеоружии. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».